Всем привет! Меня зовут Евгений. Сегодня мы поговорим об еще одной возможности, как разнообразить дизайн мебели при помощи ящика Avantech-U. Я покажу, как собрать и установить ящик со вставками Inlay. Система ящиков Avantech-U от Hetich имеет несколько способов изменения внешнего вида самого ящика. Можно выбрать один из трех базовых цветов – серый, белый или антрацит. Также доступны декоративные дизайн-профили и накладки на боковины Design Cape, которые могут быть окрашены в любой цвет. Все эти возможности мы рассмотрели в прошлых видео, ссылки на которые вы найдете в описании, а также вот тут. Там же подробно рассмотрен монтаж этих опций и технических параметров ящика и направляющих. Обязательно посмотрите эти видео, если вы этого еще не сделали. А для того, чтобы не пропускать новые видео, рекомендую подписаться на наш канал. Для этого просто нажмите на колокольчик. А сейчас я покажу, как сделать ящик со вставками Inlay из любого материала толщиной 8 или 10 миллиметров. Например, из стекла, пластика, древесных материалов и даже металла. Для того, чтобы сделать ящик со вставками подобного типа, нам понадобятся следующие компоненты. Две боковины Inlay высотой 187 миллиметров, левая и правая. В комплекте с боковинами идут передние заглушки и задние заглушки. Два соединителя передней панели Inlay под прикручивание, два стабилизатора задней стенки. Также нам понадобится крепеж, длинные саморезы для задней стенки и короткие для крепежа фасада. У меня комплект цвета антрацит. Напомню, что также ящики могут быть белого и серебристого цветов. Размеры дна и задней стенки рассчитываются точно так же, как и для обычного ящика. Формула для расчета деталей из ДСП подробно показана в инструкции, а также в нашем прошлом видео. Его можно посмотреть, перейдя по этой ссылке. Соберем ящик со вставкой Inlay. Берем дно, ставим в шаблон и устанавливаем боковины. Убираем крепежи металлической задней стенки, так как используем заднюю стенку из ЛДСП. Заднюю стенку прикручиваем при помощи длинных саморезов, которые идут в комплекте. Ставим стабилизатор с задней стенки. Устанавливаем держатели фасада на саморезы согласно инструкции, после чего присоединяем фасад. Как видите, сборка основы мало чем отличается от обычного ящика. Теперь нам понадобятся вставки. Обращаю ваше внимание, что вставка это просто прямоугольник, без каких-либо отверстий, выемок или крепежей. Сделать такую деталь максимально просто, так как не нужны дополнительные операции по сверлению или фрезеровке. Вставка может быть 10 или 8 мм. В случае, если материал 8 мм, используется специальная проставка. С материалом 10 мм проставка не нужна. Давайте посмотрим, как рассчитать размеры такой вставки. Высота всегда фиксированная, 130 мм, а длина подбирается из таблицы. Например, для ящика глубиной 500 мм, длина заготовки толщиной 10 мм будет 377 мм, а для заготовки 8 мм – 375 мм. Два миллиметра остается для проставок с одной и другой стороны. Ставим заготовку в боковину ящика сверху вниз. После чего защелкиваем фиксаторы. Фасад имеет возможность регулировки по высоте и по горизонтали. Эти регулировки скрыты за заглушками. В случае необходимости регулировки заглушки нужно снять. Произведем регулировку по высоте. Диапазон регулировки плюс-минус два миллиметра. Произведем регулировку по горизонтали. Диапазон регулировки плюс-минус полтора миллиметра. Регулировка по наклону находится в задней части ящика и составляет плюс-минус четыре миллиметра. В случае, если нам понадобится снять фасад, открываем замок крестовой отверткой и демонтируем его. Еще кое-что. Когда будете переносить ящик, особенно если в нем что-то лежит, беритесь не за вставки, а за заднюю стенку и фасад. Как видите, все достаточно просто. Ящик занимает точно такое же пространство, как ящик со сплошной боковиной 187 миллиметров. Он может быть установлен на направляющие Actro-U и Quadro-U. И, конечно же, с системой Pushed Open Silent. Видео по направляющим, а также по механизмам для ящиков без ручек, вы можете посмотреть по этой ссылке. Эти вставки помогут добавить интересные акценты. Вы можете сделать их из стекла любого цвета, использовать пластик, LDSP или фанеру, окрашивать заготовки в любой цвет или даже нанести на них логотип вашей компании. Также можно сделать их в цвет фасадов, столешницы или, например, фартук и кухни. Итак, мы рассмотрели, как установить вставки Inlay. Воспользовавшись информацией из этого видео, меняя дизайн ящиков, вы можете выгодно выделиться на фоне конкурентов и сделать по-настоящему интересную мебель. Подписывайтесь на наш канал и следите за обновлениями, будет много интересного. А если у вас остались вопросы или вы хотите поделиться своим мнением, пишите комментарии. Всем пока, увидимся в следующих видео!